Здравствуйте, дорогие художники, любители живописи! С вами Наталья Ширяева, вы на канале Яркие Картины. Сегодня я решила включить камеру и выйти в эфир, не потому что у меня есть какие-то новые работы, которые бы я могла вам показать. В своем последнем видео я показала вам свои последние картины, и за эти три дня, в принципе, у меня не появилось новых картин. Но мне почему-то очень захотелось выйти в эфир, поговорить с вами, хотя у меня даже нет четкой темы для разговора. Ну, начну я, пожалуй, с того, что сейчас меня само волнует, и это, наверное, вопрос, связанный с тем, как строить свои взаимоотношения с людьми, и как избежать моментов, когда ты начинаешь зависеть от человека в общении, от отношений с ним. Я сегодня буду говорить о том, что касается дружеских отношений, и я буду говорить то, что я уяснила для себя, исходя из собственного опыта, и поэтому я не думаю, что это может пригодиться всем, но, возможно, кому-то это будет интересно, и кто-то может взять что-то для себя на вооружение. Ну, за всю свою жизнь, в принципе, у меня было много очень людей, с которыми я дружила, общалась, и которые поддерживали меня на пути, на творческом, и с которыми я сближалась, с которыми расходилась в течение жизни. Вот, и мне захотелось проанализировать, почему к каким-то людям нас тянет, а с какими-то людьми нам больше не хочется общаться. Ну, мне кажется, что на протяжении своей жизни мы все проходим определенные стадии внутреннего роста и развития, меняются наши интересы, меняется наше мировоззрение, наши взгляды и наша система ценностей. И на каждом из этих этапов, будь то это какой-то детский возраст, подростковый, студенческий возраст уже такого человека взрослого, состоявшегося, у которого есть семья, у которого есть работа, который финансово самостоятельный, на каждом из этих этапов может быть такое, что ваши системы, вот эти все ценностные, они меняются. И мне кажется, это самая главная, наверное, причина, по которой мы расстаемся с какими-то людьми, перестаем общаться и начинаем искать людей, которые бы подходили, как бы были похожи, да, по своему мировоззрению, по своему увлечению, по своим интересам к тому, что сейчас для нас важно и интересно. Я хочу сказать, что у меня в жизни было, наверное, несколько таких рубежей, когда очень сильно менялись мои взгляды и увлечения, и вместе с этим и менялись круг моего общения. Ну, во-первых, я не знаю, разбивать это на очень мелкие этапы или, наверное, надо на какие-то более такие усредненные. Во-первых, детство, вот я часто думаю о своем детстве, почему, допустим, в дошкольном возрасте у меня были одни друзья, когда я пошла в школу, у меня совершенно сменился круг общения, хотя я продолжала жить в том же городе, в том же доме, в том же дворе. В дошкольном возрасте я как бы во дворе гуляла с девочками, которые, ну, скажем так, были из семьи немножко другого склада, и вот у меня, например, семья была такая очень интеллигентная, родители были образованные, у нас определенный был там этикет заведен, да, определенным образом меня приучали там обращаться, там говорить там не Машка, а Маша, не Наташка, а Наташа, вот. А девочки как бы во дворе в основном были все проще, у нас был такой дом, в котором в свое время распределяли квартиры от завода, и это, в принципе, были дети из заводских семей, и они какие-то были, знаете, такие, во-первых, более прямые, более смелые, вот, ну, если не сказать наглые, и я как-то все время, я еще была младше, ну, как бы большинства, да, детей, то есть у нас, получается, такое поколение было с разбросом в возрасте 2 года, и я была самой-самой младшей, и все время как-то получалось так, что меня как-то исключали из игр, там, говорили, например, что вот мы идем там играть кому-то из подружек домой, но туда разрешают только двух подружек приглашать, а я была третьей, всегда лишней, и у меня как бы вот в детстве, вот в этом возрасте, в дошкольном, какое-то такое ощущение из этого периода у меня вынесено, что я как будто бы там хуже других, там девочки не хотят со мной играть, я даже периодически сейчас упоминаю сама вот этот комплекс, который иногда-иногда как-то вспыхивает, что девочки играют без меня, то есть когда что-то где-то интересное происходит, а я как бы одна и не вовлечена в это, у меня вот такое чувство какой-то грусти, что как бы жизнь проходит где-то там, вот. Потом, когда я пошла в школу, там у меня появились новые подружки, и вот с этими девочками я просто как бы там какое-то время здоровалась во дворе, потом уже в каком-то возрасте мы даже здороваться перестали, то есть они там просто мимо меня проходили, не замечали меня, вот. Но в школе у меня по-другому немножко все сложилось. В школе я как бы стала, скажем так, главой небольшой компании, вот, подружек, которых я в принципе собрала вокруг себя сама, вот. Но там я уже была, скажем так, лидером, но при этом у меня теперь как бы какое-то диаметральное совершенно было состояние, то есть у меня было ощущение, что эти подружки, они пытаются меня копировать, что они как-то так вот очень слишком избыточно интересуются моим мнением, и что мне не очень с ними интересно. То есть, скажем так, с точностью наоборот. И у меня опять какое-то было чувство неудовлетворения от этого общения, мне хотелось как бы быть, иметь более как бы близких по своим интересам подруг. Я уже в, получается, 10 лет, по-моему, пошла в художественную школу учиться. Вот. И в художественной школе, в принципе, у меня вот наконец-то стало складываться общение, в котором я ощущала себя на равных. То есть я чувствовала, что люди, во-первых, одного со мной интеллектуального, скажем так, склада, да, и это, в принципе, для меня всегда было очень важно. Вот. Наверное, даже в том возрасте для меня это было, может быть, даже важнее, чем сейчас, потому что, я не знаю, но вот как-то вот это вот взрослеющий такой вот подросток, да, у которого ум начинает как бы, ну, интеллект ум, да, он становится более как бы исследовательский такой, то есть он много всего хочет знать. Тогда же не было интернета, в принципе, информацию в основном либо из книг люди получали, либо из общения друг с другом. Ну, и вот в художественной школе вот как бы я не чувствовала себя ни выше кого-то, ни ниже кого-то. То есть я была как бы, скажем так, в своей среде, это было очень приятное ощущение. Плюс еще мы стали вместе ездить в художественную школу с девочкой из моего класса, с которой мне очень нравилось общаться, но, к сожалению, в классе у нее были свои подружки, поэтому в обычной школе она как бы так вот со мной только здоровалась, мы с ней там не дружили, не общались, а вот общались мы с ней, когда ездили в художку и назад, и как бы в самой художественной школе, и мне как бы, скажем так, было очень комфортно в этой паре, то есть как бы с этой подружкой как бы вместе, да, ездить туда-обратно. В художественной школе тоже, в принципе, все видели, что мы как бы подруги, и так к нам и относились, да, но в обычной школе получается, что, в общем-то, мы не дружили вообще совсем никак, у нее там свой был кружок девочек, которые, в принципе, меня не любили, то ли это была ревность, я не знаю, ну, в общем, вот так как-то получалось, вот. Ну, и у меня тоже какое-то было такое чувство, какой-то половинчатости, то есть, с одной стороны, вроде бы, у меня есть подруга, с которой мне интересно, мне с ней было приятно, и она как бы, ну, у нее свои были лидерские качества определенным образом проявленные, и мне нравилось, что она часто предпринимала инициативу, но и при этом я не чувствовала там, что я слабее и хуже там ее, вот, но мне было обидно, что мы не можем там с ней дружить, например, еще вне вот художественной школы. Вот, а потом случилось такое событие в моей жизни, наверное, из ряда вон выходящее, когда мы учились всего 11 классов, и после 8 класса, получается, после 9 нас соединили там с разных классов детей, ну, детей уже взрослых достаточно, детей, таких подростков, да, и из 4 классов сделали 2 класса, и я увидела девочку, которая мне очень понравилась, то есть она мне была очень интересна, а все было почему, потому что я в то время увлеклась рок-музыкой, я очень фанатела по Виктору Цою, я увидела у нее значок Виктора Цоя приколотый на фартук, или, по-моему, уже без фартуков ходила, я не помню, ну, смысл в том, что это было в такие годы, я не знаю, когда я закончила школу в 93-м, получается, ну, где-то начало 90-х до 91-й год, и вот я просто как-то издали так на нее посматривала несколько дней, мне ужасно хотелось с ней как бы поближе начать общаться, вот, и потом я, в общем-то, стала делать какие-то первые шаги, и мы с ней очень-очень быстро сблизились, и оказалось, что, ну, я не знаю, наверное, может быть, любовь к музыке, она нас как-то так объединила, и я наконец-то, в общем-то, обрела, наверное, первого друга в своей жизни, с которым вот мне было действительно очень классно, очень в кайф, как бы все делать вместе, то есть мы там ходили вместе в школу, ходили и сидели с ней за партой, ходили после школы, там, домой, делали уроки, там, не делали уроки, там, какие-то пытались записывать какую-то музыку, я уже в то время на гитаре начала играть, такой на бобинный магнитофон, в общем, было все классно, здорово, мы ездили там к моей бабушке с ней, с ночевкой, и реально был такой какой-то первый совершенно такой счастливый период в моей жизни, когда чувствовала, что общение меня просто настолько как бы удовлетворяет, заряжает, но вот как бы недолго музыка играла, недолго фраер танцевала, через три месяца как бы нашей дружбы, и мама сообщает, что вынуждена ее отправить в другой город жить, ну, как бы на какое-то время, в Астрахани, а это очень далеко от Воронежа, и якобы на два месяца пока, вот, но дело на самом деле в чем, что у нее мама с папой жили уже порознь, но для нее это как бы обозначалось, что они как будто бы еще как бы семья, просто папа где-то работает там в другом городе, а на самом деле как бы мама с папой решила развестись, там завести другого мужа, и она как бы стеснялась при дочери все это делать, и вот она ее отправила туда, и это был очень тяжелый для меня разлук, то есть я опять себя почувствовала очень одинокой, очень такой непонятой, как бы неразделенной вот это вот желание общаться совершенно было, я ей писала письма, она мне писала письма, но через два месяца как бы она мне присылает письмо, что мама ей сказала, что она будет там в школу и заканчивает, то есть она останется там жить, и для меня это было очень такой серьезной трагедией, вот, я просто себя почувствовала совершенно одинокой и брошенной, Это прям, ну реально У меня был такой удар И это, наверное, было впервые в моей жизни Когда от серьезного, как бы от стресса Я заболела очень сильно Очень сильно, я попала в больницу И, видимо, я в глубине души Очень не хотела выздоравливать, поскольку там у меня После одной болезни другая началась В общем, как-то очень все сложно было, сложно Вот, вот это вот Я, у меня очень сильное было чувство Обиды на нее за то, что Как бы, типа, как она меня бросила Но на самом деле она же была Тоже ни в чем не виновата Она просто, ну просто как бы делала То, что говорила ей мама, да Она полностью от мамы зависела Да и, в принципе, ей на самом деле Там нравилось жить, то есть то, что она написала В письмах, у нее там какой-то парень Появился, которым там Она увлеклась, то есть такая Наверное, первая любовь, можно сказать Вот, и как-то у нее там друзей Было больше, в общем, такая, как бы Она там себя чувствовала вообще лучше в целом Чем здесь, то есть в плане именно вот общения В плане дружбы и отношений Вот, а я вот осталась такая вся одинокая Непонятая Вот, и Следующий период, наверное, вот именно Такой вот момент ключевой Когда вот переломный произошло Вот это, наконец-то, растворение Вот этого ощущения одиночества Которое вот меня преследовало С самого раннего детства Это когда я пошла В 11 классе на подготовительные курсы В институт И там я наконец-то, как бы вот Ну, я не знаю, я там стала обретать вот тех друзей С которыми, как бы вот Я действительно стала параллельно вместе развиваться Там я познакомилась со своей близкой подругой Получается, мне было 17 лет И мы с ней дружили очень долго Сейчас мы общаемся, но уже не столь близко Но мы дружили порядка 20, наверное, лет Вот, или, ну, около того Вот, причем после этого мы учились в институте вместе Мы вместе какое-то время работали У нас даже была своя фирма по дизайну интерьеров Вот мы закончили вместе архитектурный факультет И вот потом, как бы на протяжении, получается, всей жизни У меня уже вот эта вот тема, она не была столь остра И как-то я стала, наверное, попадать вот уже чаще В разные компании, где мне люди были как бы интересны То есть по интересам близки То есть я еще хочу сказать, что в момент до Где-то до, наверное, 16 лет практически не было общения с мальчиками То есть до этого времени я дружила только с девочками Но я видела как бы в классе, что мальчики как бы развиваются Они, ну, в плане, скажем, своих интересов Они развиваются более похоже То есть я развивалась более похожа на них То есть они тоже увлекаются той же музыкой А девочки как-то вот нет То есть у девочек были какие-то такие интересы Которые мне в глубине жжи казались, ну, как бы плосковатыми То есть мне нравилась рок-музыка Вот мне там нравилось уже на гитаре играть, сочинять песни Какие-то книги читать достаточно, скажем так, философские А вот мои подруги по школе Они как-то вот совершенно другими вещами интересовались И, в общем-то, вот это чувство неполненности у меня очень долго было А после поступления в институт уже там, конечно, все изменилось Это вот среда такая творческая, интеллектуальная Она была совершенно, конечно, другой, нежели чем в школе То есть со школы мне очень сильно не повезло Вот, то есть я училась в каком-то, получается, в какой-то школе Где она стояла в микрорайоне, где были заводские дома И там вот, в принципе, по сути, был такой вот, скажем Ну, в основном все дети рабочих Да, то есть я не хочу сказать, что у всех рабочих дети Как бы мне были неинтересны То есть разные совершенно бывают семьи Вот, но вот как-то было чувство, знаете, какой-то инородности у меня До вот этого, пока я не пошла в институт У меня было чувство, что меня как бы не понимают, не принимают Совершенно не нахожу я отклика как бы Вот во внешней среде, как бы в обществе Так, своим каким-то устремлением Вот, ну а с института там как бы совершенно как бы все по-другому стало меняться Но у меня всегда, в принципе, практически всю жизнь До последних, наверное, может быть, лет пяти У меня была жажда такого нового общения То есть мне очень хотелось Даже когда у меня было много друзей и много знакомых Мне все равно хотелось с какими-то новыми людьми знакомиться И, ну, я как бы многие вещи понимаю теперь Почему, из чего они просекали, когда я познакомилась с системой дизайн-человека То есть я стала понимать, что мне не случайно казалось, что многие вещи как бы я познаю, узнаю И увлекаюсь многими вещами через людей именно То есть не занимаюсь тем, что как бы сама себе какие-то новые интересы, да, создаю А вот именно как-то люди во мне зажигают эти интересы И как бы жизнь благодаря людям, приходящим в мою жизнь, она становится более разнообразной Вот, поэтому вопросы отношений, взаимоотношений, они как бы-то всегда были очень важны для меня Но при этом же я и много как бы получала таких уроков в жизни Которые говорили о том, что я, вот видя всю эту важность, я впадаю в зависимость То есть я впадала в зависимость от друзей, от подруг, от тех, кого я влюблялась, от мальчиков И вот эта вот боль, часть которой проходить приходилось потом, когда эти отношения разрывались по каким-то причинам А отношения разрывались очень часто То есть вот, и даже вот по таким как бы причинам, да, как вот с этой моей первой подругой лучшей Которая уехала жить в другой город, да, то есть совершенно по независимым причинам От меня там, от нее, вот Но это я думаю, что все-таки, наверное, какой-то, ну какой-то мой, я не знаю, скажем, личный маршрут, да, по жизни То есть можно сказать словом карма, но я не очень люблю это слово употреблять Оно какое-то слишком многозначное и слишком как бы отдающее определенными, скажем, религиями, да То есть вот не хотелось бы на этом Но все равно вот это ощущение какой-то судьбы, наверное, не во всех мелочах, но в каких-то крупных моментах Оно, это ощущение у меня присутствует То есть есть чувство, что все равно как-то маршрут, он заранее как бы имеет направление И что все, что я могу выбирать, это какие-то там небольшие какие-то, да, отклонения в стороны Вот, и то как бы мне кажется, что я их выбираю Но когда я задним числом уже все просматриваю всю свою жизнь, мне кажется, что вот как бы только так я и могла поступить в тот момент То есть у меня вообще, в принципе, в процессе как бы какого-то анализирования каких-то прошлых событий У меня не бывает практически мысли, что я могла поступить иначе Вот есть люди, иногда встречаются такие, которые говорят Вот, а если бы я вот тогда не так бы поступила, а вот так бы там выбрал бы не тот институт, а другой институт Если бы я выбрала там не того парня, а другого парня, вышла бы замуж не до этого за того То жизнь моя бы сложилась бы по-другому Но она бы, наверное, реально сложилась бы по-другому Но у меня есть чувство, что человек всегда делает в своей жизни тот именно выбор, который он должен в данный момент, в данное время сделать Вот, и вот я немножко соскочила по теме Так вот, я, наверное, лет с 30 я начала интересоваться эзотерикой, уже йогой и психологией И потому что мне было очень интересно, интересен вот этот момент разотождествления вот с зависимой, зависимостью от людей Вот, и очень хотелось наладить, улучшить взаимоотношения в семье, то есть с родителями Вот, потому что так же было чувство непонимания и с родителями, как вот у меня было, как бы вот в этой младшей школе там непонимание Чувство просто от людей, да, от подружек, вот от каких-то там, с тех, с кем мне приходилось учиться И вот это все заставило меня глубже и глубже изучать эту тему И получается ключевым моментом, наверное, для меня было начало, как бы, личной практики Вот, которая, ну, в основном, конечно, состояла она из медитации Но на самом деле у нее было много ответвлений То есть был у меня, допустим, период, когда я два года ходила в кружок этнических барабанов И мы там играли на этнических инструментах, это была полная импровизация То есть, и у нас был такой руководитель, парень, он был, в принципе, нам ровесник И он нас учил играть не с позиции музыканта, а с позиции человека, ну, как бы, как мастера, да, как учителя То есть он нам давал нам, ну, не знаю, создавал нам такую атмосферу В которой мы, как бы, вот, именно творчески самовыражались через звук То есть, допустим, вот одно из упражнений мы садились в круг Допустим, у нас 8 или 10 человек, да, и в центре лежали, в центре круга разные этнические инструменты Там барабаны, какие-то трещотки, какие-то там дудочки простенькие, вот То есть, какие-то там караталы, ну, какие-то такие инструменты, там, цимбалы, там, потом эти погремушки Всякие вот эти вот кастанеты, вот, ну, в общем, вот это вот все, что было, как будто у него какой-то был набор инструментов Мы там с собой что-то приносили, у меня был свой этнический барабан Вот, еще, а, варганы еще очень ценились в нашем кругу, у меня был тоже варган Кстати, варган у меня есть, по-моему, даже штучки две где-то лежит до сих пор Вот, и по кругу каждый человек, как бы, по очереди мы включались в игру И каждый следующий человек, как бы, добавлял свой звук То есть, первый, допустим, человек, он просто берет барабан и просто какой-то простой создает ритм Просто, допустим, одним ударом, то есть он создает просто счет, да, вот там, вот он какой-то большой барабан берет и вот счет создает Второй человек, вот на этот счет, он как бы интуитивно прислушивается к себе И он добавляет к этому звуку свой какой-то звук Например, на один удар барабана он, допустим, берет какую-нибудь там трещотку и два удара этой трещоточкой делает, да, там, или какой-то там, не знаю, погремушкой Вот, и потом третий человек включается, и он слушает, что он хочет добавить Он хочет какой-то, допустим, звон барабана, да, звук добавить Или он хочет добавить какой-то звон, да, каких-то колокольчиков, вот Или, допустим, там, музыка ветра есть такая штучка, бамбуковая трубка, в ней рис сыпется И вот получается 8 человек, и каждый по кругу добавляет что-то свое Но он добавляет это так аккуратно и деликатно, чтобы не перебивать и не вторить кому-то из предыдущих Но добавляя свой звук, создавать вместе, как бы, композицию И это, знаете, такая, какая-то такая огромная непонятная радость Она просто вот какого-то, я не знаю, эта радость, она совершенно не интеллектуального происхождения Какого-то из тела идет, животного какого-то происхождения, эта радость Когда ты понимаешь, что твой звук вливается, вот встроенную вот эту вот уже какую-то мелодию звуков И, как правило, ну, в основном были вот какие-то такие звуки вот ударные Там что-то такое, шуршание, какой-то там звон И кто-то мог, допустим, один взять флейту и начать как бы Ну, в основном те, кто, конечно, умел играть уже хорошо Там не все умели играть на духовых Вот на флейте, допустим, какую-то мелодию уже ввести на фоне вот этого всего ритма Но это реально просто очень отключало вообще мыслительный весь процесс Совершенно медитативное состояние И у меня просто наступало полное такое разотверждение с умом И так к тому времени я уже, наверное, года два или три практиковала медитацию регулярно практически каждый день И я очень быстро вообще вот в этот режим вошла То есть мне очень нравилось ходить на эти занятия, они раз в неделю проводились К сожалению, потом это закончилось, потому что этот руководитель наш Он решил уехать из Воронежа, купил себе дом в Воронежской области В двухстах километрах из Воронежа И потом реже стало все это проводиться, где-то раз в две недели Потом как-то еще реже и совсем как бы заглохло Он уехал там, завел семью А в деревне просто дом купил, такой дешевый совершенно, там какой-то надо было, который реконструировать Там за какие-то смешные деньги, типа 20 тысяч рублей Вот, там завел хозяйство, там каких-то коз, детей В общем, все он больше перестал практически приезжать в Воронеж Там раз в месяц, раз в два месяца по делам Но вот этот период тоже он как бы наложил очень такой отпечаток глубокий Именно на вот этот вот процесс самопознания, который происходил И чем это интересно, вот этот сам процесс самопознания Потому что когда ты занимаешься, казалось бы, совершенно какими-то неважными, ненужными вещами То есть ты сидишь в какой-то компании людей, добавляешь просто свой звук в общую какую-то гармонию Но как это работает в обычной жизни, когда ты совершаешь какие-то поступки Которые приводят к какому-то результату И часто к результату, который тебе не хочется видеть Ты становишься более внимательным И ты начинаешь уже видеть эти взаимосвязи То есть даже просто вот тема психологической Как психологически, допустим, строятся отношения, общения между людьми Все это как бы начинает, знаете, как на поверхность уходить Остановится как будто бы То есть если раньше это все происходило как бы в полумраке, в тени И там не видно было разглядеть, да, там причинно-следственную связь Что ты делаешь не так Почему как бы происходят какие-то события, которые тебе неприятны Там, которые тебя травмируют Так вот, когда ты занимаешься медитативными практиками Вот эти вещи, они как будто, знаете, начинают освещаться светом Ярким светом И для тебя просто многие вещи, которые до этого были непонятны Они начинают становиться очевидными То есть твои мотивы какие-то в твоих поступках Какие-то косяки в общении, да, которые ты допускаешь То есть косяки в твоем выборе В выборе каких-то, не знаю, ситуаций Или в выборе каких-то решений в жизни Вот, но всегда интересный момент То есть когда у тебя происходит какой-то сдвиг, да, изменение взгляда Ты уже перестаешь, да, допускать какие-то ошибки определенные Вот, допустим, там до 35 лет Вот я там что-то там делала такое Отчего мне там регулярно было плохо А потом раз, я это делать перестала Потому что я увидела, что, почему я это делаю, да Я увидела и отпала как бы необходимость так поступать Потому что до этого как бы не было осознанности в этих поступках То есть медитативные практики, они дают осознанность в обычной жизни В обычных каких-то вещах То есть в простейших вещах даже Я не знаю, выбор там продуктов питания Выбор, я не знаю, ну всего Короче, даже каких-то мелочей Вот, но интересно, что как бы вся гамма, как бы гармония и дисгармония Как бы все вот это вот общее составляющее нашей жизни Она складывается из того, как мы в мелочах Даже не в крупных Даже вот то, что мы как бы догадываемся, да, что мы в крупных каких-то поступках Мы уже программируем себя на завтрашний день, на послезавтрашний То есть мы уже задаем вот этот вот тот вектор, к чему мы придем завтра и послезавтра Но даже в каких-то мелочах, в какой-то ерунде В каком-то там, знаете, небольшом движении Как бы даже просто физическом Там даже это все, оно как бы влияет Из вот этого вот всего, вот этого, знаете, из вот этого коктейля Как бы наших мыслей, действий, поступков, мотивов Из всего этого складывается то, что происходит с нами на следующий день Завтра, послезавтра и так далее И с помощью вот этого вот привнесения в жизнь большей осознанности Через медитативные практики различные, которых очень много Оно все позволяет увидеть и отбросить ненужное и нежелательное Чтобы не получить нежелательных последствий Вот, но какую мысль я хотела сказать Я хотела сказать, что когда что-то меняется Взгляд меняется, ты становишься зорче Ты становишься внимательнее В какой-то момент тебе начинает казаться Что ты уже достиг того идеального состояния В котором ты видишь все, все понимаешь И как бы ты можешь сделать все как надо Но тут уже включается то, что я называю игрой жизни Или божественной игрой То есть, что ты никогда своим человеческим умом осмыслить все нюансы не способен Именно поэтому все практики, связанные с привлечением в жизнь того, чего ты хочешь Они никогда не дают стопроцентного результата Это я к чему сейчас об этом вспомнилась Мне просто, что вот я прорекламировала сеанс рейки Который мы записали с Марианной Я записала, Марианна его оформила Выложила на своем видеоблоге Все о технологиях притяжения И я его рекламировала Люди туда переходили Сеанс этот слушали И там были комментарии определенные О том, что реализуется намерение Но происходят какие-то косяки в реализации И что как будто бы Есть это ощущение, что откат происходит То есть ты вначале что-то получаешь И ты так удивляешься, думаешь, как здорово, так легко Я помедитировала 15 минут и вдруг раз И что-то в моей жизни появилось Но это не важно даже материального или нематериального плана Какое-то намерение Оно взяло и реализовалось А потом как будто бы там после этого тянется какой-то шлейф Каких-то, казалось бы, неудач Которые кажутся компенсацией За то, что ты раз и внезапно получил сразу Так много, вроде бы ничего не делая Так вот, там у нас речь об этом зашла Я хочу сказать, что По моему опыту у меня происходит точно так же То есть в каких-то больших вещах иногда происходит Такие конкретные сдвиги Когда как будто бы, знаете, как квантовый скачок Ты переходишь сразу как бы на другой уровень Ты просто по-другому начинаешь себя ощущать У тебя просто исчезает какой-то, допустим, страх Который тебя преследовал всю жизнь И ты раз уже можешь реализоваться в новом каком-то качестве Но всегда после таких глобальных скачков Какие-то происходят как бы отголоски Которые тебя немножко откатывают назад Но по моему наблюдению этот откат никогда не бывает стопроцентный То есть если этот откат существует Но чаще всего он бывает Он всегда как бы меньше, да Чем то расстояние, на которое ты продвинулся То есть ты, допустим, ты вот так вот Ну условно, да Ты вот, вот ты как бы совершил какой-то скачок Изменения какие-то произошли в твоей жизни Там в твоем мировосприятии А потом какой-то как бы как коррекция Вот, интересный момент Что вот мы об этом давно еще рассуждали Там лет 8 назад с нашими друзьями Которые тоже занимались практиками, медитацией И мы это называли, что жизнь развивается по синусоиде То есть есть выражение, что жизнь развивается по спирали Да, но в принципе Если посмотреть на спираль как бы сбоку То она в принципе будет выглядеть очень похоже на синусоиду То есть в принципе, то есть это волна вверх, волна вниз Но при этом как бы главное, чтобы направление вот это вот средней Было как бы все равно вверх То есть ты идешь вверх, потом у тебя какая-то коррекция Ты куда-то откатываешься, да, в чем-то ты там проигрываешь Ну условно говоря, а потом опять идет волна вверх И она как бы выше уже предыдущей Вот, то есть мне кажется, вот это вот есть нормальное развитие жизни И по идее, если человек не хочет деградировать То надо, чтобы вот всю жизнь до самого его как бы ухода из тела Скажем так, вот эта волна, она всегда как бы Каждая следующая волна, чтобы она была выше И я сейчас не имею в виду какие-то конкретные вещи, которые можно измерить Да, там, количество денег, объем еще чего-то, там, здоровье Да, а это именно, я считаю, вот эта волна Это прежде всего ощущение, как человек себя ощущает Вот, то есть тот уровень понимания того, что с ним происходит Понимание жизни и ощущение несопротивления ей То есть мне кажется, на определенном этапе Каждый человек, который занимается самоисследованием Он приходит к тому, что самый высший, как бы, высший пилотаж Вообще уровня осознанности Это непротивление жизни тому, что с нами происходит И высший пилотаж, и это же одновременно самое сложное Потому что, когда нам что-то удается Особенно, когда нам удаются какие-то вещи, которые долго не удавались Да, у нас всегда появляется чувство Такое, ну, какое-то время, да, чувство всесильности Кажется, что, ну, раз даже это мне удалось То теперь-то мне точно все по плечу А потом раз, и вот эта вот волна вниз Коррекция, и ты понимаешь, что в какой-то мелочи Ты просто не контролируешь ситуацию То есть в какой-то ерунде, казалось бы Да, то есть тебе что-то далось, что-то такое вдруг глобальное Но при этом раз, и в ерунде ты проиграл Ты в ерунде оказался, как бы, в проигрыше Но мне кажется, важно уметь смотреть на жизнь без знака плюс и знака минус Даже если ты переживаешь какие-то эмоции неприятные Надо как-то расширять сознание и ощущать, что даже вот эти неприятные эмоции Это есть, как бы, часть общего, как бы, общей полноты жизни И что они нужны для чего-то Но, мне кажется, не стоит искать, как бы, конкретные, да, конкретные вещи Вот для чего нужны эти эмоции Для чего там нужна эта потеря Для чего это нужно, как бы, какое-то страдание Какое-то чувство неприятное Вот, скорее, это должно быть на уровне внутреннего доверия Тому, что это тоже нужно для чего-то И что всегда, как бы, после этой неприятной эмоции Как естественное, как бы, движение качелей в противоположную сторону Будет эмоция приятная Будет приятные какие-то переживания Будет какое-то приобретение после потери И я этому учусь всю жизнь То есть я вижу, что синусоида идет вверх Но в какие-то моменты происходит вот эта коррекция В которую ты как будто бы теряешь почву под ногами Как будто бы перестаешь верить себя на какое-то время Но главное, наверное, все-таки верить жизни Верить тому, что все происходит именно так, как нужно И лично мне помогает так себя ощущать Перенос внимания на настоящий момент На то, что происходит в данный момент Не в моей голове, а в данный момент То есть если это какое-то действие, то как происходит это действие Допустим, да? Уборка какая-то, стирка, даже живописью занятия То есть как действие происходит? Что делает мое тело? Если это состояние бездействия, то это ощущение тела Тело и ощущение пространства, в котором находится это тело То есть важно, на мой взгляд, чтобы не вовлекаться сильно мыслью Особенно вот в отрицательной мысли, да? Которые доставляют нам очень много страданий Важно ощущать не только как бы тело, да? Но и ощущать такое странное чувство Которое я бы называла безграничностью Это чувство, это ощущение, что ты не только тело А и все то, скорее то, что содержит это тело То есть где-то то пространство, в котором находится это тело И когда у меня происходит какое-то состояние стресса Или какие-то неприятные эмоции Или какие-то болезненные ощущения Или чувство страха То я стараюсь как раз переносить внимание На вот это ощущение пространства, в котором я пребываю Нежели на ощущение как бы Это как бы чувство, как расфокусированность внимания ощущается И оно очень расслабляет психику Очень расслабляет напряженное тело Оно вводит в такое состояние релаксации, я бы сказала Вот Тогда как концентрация внимания Вот именно его сужение, да? Сужение до какой-то мысли Или до какого-то ощущения болезненного в теле Или до какой-то сужения И отождествления с какой-то эмоцией Например, состояние страха Вот это все, оно как раз вызывает чувство страдания и травматичности А чувство расфокусированности И чувство ощущения пространства, в котором это происходит Оно как раз помогает расслабиться И если неприятные какие-то вещи Это просто их пережить менее травматично для себя Вот так Как там То, на чем сейчас я, скажем так Концентрирую свое внимание То, что является сейчас важнейшей из медитативных практик Вот в обычной повседневной жизни Вот На этом я, пожалуй, свое видео на сегодня завершу Вот так вот как-то сложился разговор Началось все про общение, да? Про друзей из детства И закончилось на медитативных практиках Я не знаю, что меня вело в этом разговоре Был какой-то внутренний порыв, наверное, поговорить Прежде всего, но не было как бы четкой структуры разговора Да, этого Но вот как бы привело меня как-то вот К тому, что сейчас есть и происходит со мной Спасибо большое за внимание Желаю вам всего самого благоприятного для вашего ощущения себя До свидания Спасибо 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 Спасибо